СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 И ЕСТЕСТВЕННО, ЕСЕСТВЕННО, ЕСЕСТВЕННО, О ДНИ РОССИИ, То mind kids россияне, которые являются представителями разных народов Наша любимая и великая Россия – она многонациональная и сегодня я у вас на площади, в парке тоже увидела многоцветия вашего региона что меня очень радует. – Со сцены это смотрелось очень красиво все в народных костюмах, разных цветов, прекрасные костюмы Конечно, это только может радовать. А ваше видение, куда может еще все это развиваться? Вот этот процесс, он же... Процесс, вы знаете, вообще такие мероприятия, они задуманы для объединения всех нас. Они на самом деле сплачивают. День России, День Единства, какие-то другие государственные праздники, и также 9 мая. Эти шествия, безусловно, нас объединяют. Вот. И в эти дни то, что мы все вместе хором выходим, поддерживаем друг друга, уважительно показываем уважение друг к другу, и в тот же момент уважаем уважение нашей стране. Естественно, это стоит на самом деле многого. Вот видишь, Володя, видишь, не только я. Вот Мехар Банханум тоже говорит про уважение. Вот я просто не люблю слово толерантность, терпимость, потому что... А это слово, кстати, в последнее время как-то меньше используется. Вот как-то он потихоньку уходит. Ну и правильно, потому что вот уважение, мы говорим об уважении. Да, а потом я уверена... Уважение, я так понимаю... Взаимоуважение. Я понимаю уважение, правильно ли я понимаю? То есть ты с человеком на равных. Да, на равных. Конечно. Не с высока. Естественно. С интересом, с любопытством, с добром. Мало того, что с любопытством и с любовью. Да. Понимаете? Да, конечно, большое спасибо. В нашей стране по-другому жить не получится. И если мы заинтересованы, каждый из нас, чтобы в нашем доме было мир согласия, мы только так и должны жить. Вот именно такую атмосферу вы сегодня увидели. Да. На фестивале. Да. Вы, конечно, еще посмотрите. Да. Вернемся туда. Да. Наверное, стоит задать вопрос, а что же собой вообще представляет собой Совет по межнациональным отношениям при президенте? Какие вопросы рассматривает? Чем он вообще занимается? Прислушивается ли президент? Да, ведь, Алиса Анатольевна? Да. Во-первых, для меня огромная честь быть членом Совета по межнациональным отношениям при президенте. Несмотря на то, что я там буквально недавно, но вообще я президентом организации являюсь два года. Поэтому, исходя от этого, естественно, я в этом Совете тоже недавно. Плюс большой, я считаю, что у нас есть возможность у каждого руководителя федеральных национально-культурных автономий, туда входят все федеральные руководители национально-культурных автономий, в этот Совет, есть возможность напрямую задавать вопрос президенту. Мало того, что в этот Совет входим мы, как общественники, в этот Совет еще входят министры, замминистры. У нас есть возможность с ними там общаться. Это такая площадка, где вы напрямую можете к друг другу подойти. Очень значимая площадка. И что меня, во всяком случае, радует, то, что никто не готовится. Ну да, два-три докладчика бывает, которые готовятся заранее, это само собой. Но потом президент дает возможность каждому, кто поднимет руку, то есть высказаться, задавать свой вопрос. А какой вопрос, каждый сам для себя решает. И я заметила вот на этих совещаниях, что президент слушает не просто вот так вот, чтобы слушать, а слушает, вникает и задает ответные какие-то вопросы, наводящие, там, я не знаю, интересующие себя вопросы. А когда последний раз такое было? Общение с президентом? 31-го, вот у нас лично, у общественников, это было 31-го октября в городе Астрахань. И вот в июле, да, в июле тоже намечается, вот в следующий месяц, опять у нас будет совет. Уже в другом регионе. Да, в другом регионе. Обычно так делается. А вы лично президенту вопросы задавали? Задавала. Какие? Расскажите, пожалуйста. Задавала, например, я попросила узаконить, все же таки, скажем, вертикаль отношений между национально-культурными автономиями. Я имею в виду, конкретно вот, имела в виду азербайджанские национально-культурные автономии. Я прекрасно понимаю, что общественно, я сейчас скажу, централизация, даже не вертикаль, а централизация. Почему? Потому что национально-культурная автономия есть во многих регионах в России. Слава Богу, Россия у нас большая, и каждый регион имеет право открывать национально-культурную автономию. Но иногда бывает так, что в регионах это не подчинение. Подчинение в общественных организациях, сами понимаете, не может быть. Речи даже об этом идти не может. Но все же таки, централизация, я считаю, что должна быть. Если на местах открываются новые национально-культурные автономии, они должны через Минюз, то есть тут же, вступать в вышестоящую региональную. Региональную, федеральную. Опять-таки, я это говорю только и прошу узаконить. Это только исходя от того, что хочу все же таки, чтобы была централизация. Например, просто у меня есть такой опыт, такая практика, к сожалению, что в регионах в некоторых могут сделать руководители такое, что, например, не согласовав, не посоветовавшись. Руководители вот этих общественных объединений, да? Да, да, такое тоже бывает. К сожалению ли, к радости ли, не могу сказать, но бывает. Вот я попросила, и он тоже задал ответный вопрос, мне говорит, Мирибан, а что, есть проблемы? Я говорю, да нет, дело же не только в проблемах. Я все же таки хочу скоординировать, понимаете? Страна большая, 85 регионов. Представляете, если 85 региональных организаций, и в каждом городе еще местная организация, то что это означает? Поэтому я говорила, я хочу все же таки скоординировать нашу работу, не только мероприятия. Политику какую-то там, идеологию, понятно. Но это ни в коем случае не подчинение. Нет, конечно, нет. Это общественная организация, тут речи не может идти опять к подчинению. Ну, движение-то дальнейшее известно, как президент это реагирует. Да, да, вот реагируют и комитет, и департамент. Пока, чтобы это узаконить, и оно должно все же таки пройти какие-то другие инстанции. А это как, федеральный закон или постановление правительства, это что это будет? Ну, вот уже это они там решат, как это должно быть. Но я думаю, что все равно это не в таком виде будет, как я сказала, обыденным языком. Это, наверное, и придумают, как это сделать, скажем, поприличнее. То есть по результатам вот этого мероприятия, вот этого заседания совета, даются поручения? Да, обязательно. И там рассматриваются эти вопросы, которые вы задавали, там, да, и потом уже... Конечно, конечно. Очень мне понравилось в последний раз, когда предложили создать в Москве, у нас, к сожалению, нету Дома дружбы. Есть в разных регионах. В столице нет Дома дружбы народом? Да. И все же таки господин Зорин озвучил нашу просьбу, нашу общую просьбу. Зорин это... Владимир Юрьевич. Руководитель. Зорин, нет, он общественник, он и... Я прошу прощения, мы общались с ним, он был в нашей студии, но вот должен запамятник. Да. И, вы знаете, по-моему, президенту это воспринял очень даже положительно. Сейчас работа идет, и в Доме дружбы будут представлены все федеральные только, правда, национально-культурные автономии. Их 19, сейчас, в настоящий момент, 19 федеральных национально-культурных автономий. Мы так думаем, что там будет у каждого свой уголок, своя рабочая комната, общий зал, общая сцена. И это еще больше нас сблизит, я имею в виду всех. Почему? Потому что мы будем рядом, общаться каждый день, хочешь не хочешь, скоординировать нашу работу, наши мероприятия. Так что... Дом дружбы народов, кстати, ровно год назад открылся. Кстати, ведь вы же знаете, что есть еще... Точно так же в Совете было принято, если вы помните, в прошлом году уже вручали премию президента, президентскую премию. Это тоже в свое время, правда, на том Совете меня не было, было принято именно в Совете, чтобы приурочить вот такую награду, президентскую премию. В прошлом году уже вручали. В этом году тоже каждая национальность выдвигает кого-то на эту премию. Мы тоже выдвигаем от азербайджанцев, посмотрим. А когда, собственно, вручение состоится? Обычно работа идет летом, а вручение на 4 ноября. То есть это ежегодное. Теперь уже ежегодное будет. День народного единства. Да, да. Ясно. Михаил Иванович, скажите, какие еще темы, проблемы, возможно, объединяют все или множество культурных автономий? Проблемы они могут быть... Задачи такие первоочередные. Ну, у вас были какие-нибудь мероприятия или какие-то темы, которые вы совместно с другими национально-культурными автономиями уже совместно решали? Ну, или с счастью автономии? Мероприятия, да. Да, проводим совместные мероприятия, делаем. И это в основном, вы знаете, вот мы лично, у нас грант-проект был, президентский грант мы выиграли два раза подряд. И, естественно, эти грант-проекты не предусмотрены конкретно для азербайджанцев. Мы в рамках этого мероприятия объединялись все национальности. Например, последний проект, у нас была «Золотая скрипка для детей с детьми» в девяти городах России. Мы проводили эти мероприятия. Наш музыкант, наш вот виртуоз, скрипач, он ездит по этим регионам. И цель нашего проекта – собирать не просто азербайджанцев, не только… Кстати, он к нам тоже, кажется, приезжал. Наверное, азербайджанцев, Анар Юсуфов. Да, 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 приезжал, приезжал. Цель проекта – собирать в рамках этого мероприятия всех детей, независимо от национальности. И, как вы знаете, музыка объединяет… Объединяет, да. Ну, музыка не имеет национальности, безусловно, конечно. Ну, тут похожая, видимо, история с организаторами нашего фестиваля «Дружба народов». Вместе «Вятка» они тоже президентские гранты выиграли, да? Тоже президентские гранты выиграли. Тоже, собственно, они на всех вместе, собственно, тратят всего. Вот такая грантовая поддержка президентская, как вы ее оцениваете? Ее достаточно или еще можно какие-то формы прорабатывать? Очень большой стимул дает. И то, что есть такой проект, да, такие грант-проекты, автономии стараются, очень много подается разных проектов. Каждый год, два раза, кстати, в год это происходит. Вот весною сейчас вот мы подали, и осенью еще будет, да, с конца августа, по-моему, даже, а сентябрь, октябрь, два раза в год. Там от суммы не зависит. То есть у вас у какой-то организации на 10 миллионов, и вы можете убедить, что это важный проект, да, пожалуйста, подавайте. То есть, но сказать, что этого мало, ну, мало, подавайте на большие, ради бога. А вот там есть какая-то общая сумма, какая-то вот выше которого там? Нет, нам, во всяком случае, такую границу не ставили, не ограничили. Да, да, не говорили. То есть, поэтому мы первый раз подавали на 2,5 миллиона, потом на 1,5 миллиона, сейчас я подала около 5 миллионов. То есть, ради бога, можете тянуть на 10 миллионов, подавайте на 10 миллионов. Вы сказали про заинтересованность непосредственно президента страны. А как складывается общение с официальными лицами, там, пониже рангом? У нас есть ведь федеральное агентство по делам национальности, господин Баринов, который воздавляет вот с этими структурами, как взаимодействуете? Вы знаете, они очень заинтересованы, и за это, конечно, мы все общественники благодарны им за то, что они заинтересованы иметь с нами контакт. Я бы не побоялась сказать, что прям 24 часа хоть звони, там найдешь с кем поговорить, там найдешь с кем посоветоваться. Если какие-то проблемы, не приведи Господь, так тоже бывает, что надо срочно звонить, допустим, что-то там посоветоваться, узнать. Есть такая возможность. Они очень доступны, и федеральная агентство по нацполитике очень доступны, начиная от первого лица, да, от Игоря Вячеславовича, там, со всеми руководителями разных департаментов. Точно так же доступны в правительстве Москвы Сучков, Виталий Иванович, он руководитель департамента по нацполитике. Точно так же доступны в администрации президента по внутренней политике. Да, они болеют нашими проблемами, они всегда готовы помогать, протянуть руку. Это говорю не только я, поверьте. Это все руководители федеральных организаций могут ответить. То есть они проблематику понимают, с которыми вы обращаетесь, они содействуют, участвуют непосредственно где-то там. Они заинтересованы предотвратить, если есть какие-то проблемы, какие-то вопросы, именно на межнациональную тему, на межнациональной почве. Они заинтересованы точно так же, как и мы. А на ваш взгляд, по вашей оценке, вот вектор развития этой темы, он в чем заключается? Вот куда еще дальше стоит двигаться? А ты имеешь в виду парад, фестиваль или... Нет, 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 вообще вот не брать вот такую национальную политику, касающуюся межнациональных отношений. Веками Россия была многонациональной. Дальше больше любви, вы как знаете, и взаимопонимания и уважения не бывает. Оно не может быть много больше, зашкаливать. Есть оно друг к другу очень хорошо. И то, что мы это поддерживаем и продолжаем дальше, естественно, это очень хорошо, и мы все в этом заинтересованы. А потом сам Бог велел жить в дружбе и в согласии. Хочется поговорить все-таки о федеральной и национальной культурной автономии азербайджанцев России. Что она собой представляет, в чем основные задачи работы, как долго существуют. В нашей организации 17 лет уже. Это одна, видимо, из самых таких старейших. Ну да, в 99-м году была создана автономия, федеральная и национальная культурная автономия азербайджанцев России. Из этих 17 лет я лично в этой организации 16 лет уже. Можно сказать, что вы и столько обстояли. Ну да, почти. Значит, в качестве президента два с лишним только года. Цель, задача нашей автономии – сохранить традиции, язык, культуру, обычаи, самобытность. Слава Богу, что у нас в России есть такая возможность каждому представителю, каждого народа создавать такую автономию и хранить свои обычаи, традиции, самобытность. У нас есть молодежная организация, которая входит тоже в ФНК Азерос. Стараемся, во всяком случае, особо в политику не влезать. То есть политические вопросы, кроме межнациональной тематики, это не наши. Нет, вообще ополитизировать организацию не хотим. Не потому, что не хотим, да, по-моему, и нельзя так. Потому что это общественная организация, создана для каких целей, я уже сказала. Ну, вообще быть абсолютно в стороне от политики невозможно. У себя, сидя в кухне, когда пьем кофе, чай, тоже мы в политике. Поэтому стараемся поддержать ту линию, которая ведется руководителем нашей страны, лидером нашей страны Владимиром Владимировичем. Мы все поддерживаем, потому что на самом деле столько лет возглавляя нашу страну, не могу сказать, что хоть один момент, когда можно было бы свалить что-то именно на национальной почве, на политику президента. То есть очень уравновешенная и, скажем, такая глубокая политика, именно межнациональная политика. Ну, сколько существует автономия, получается, это и срок президента Путина. Да, да. По большому счету, да, там, 17 лет. Да, провести. Слушайте, а известно вообще общее количество азербайджанцев, проживающих на территории Российской Федерации? Да, по последней переписи 670 тысяч, ну, около 700 тысяч. Это одна из самых многочисленных или самая многочисленная? Нет, не самые многочисленные, нет, не самые многочисленные, но по неофициальным данным, потому что есть еще и трудовые мигранты, которые приезжают, уезжают. Которых трудно учесть. Да, да, 2 миллиона, около 2 миллионов. Да, да, это очень даже прилично. Из тех 700 тысяч, которые живут, то есть постоянно, из них многие даже коренные, это я говорю и Дербент, потому что там азербайджанский, да, почти город, да, то есть большинство там азербайджанцев. И в России уже, а в самой Москве даже те активисты, которые входят в наш федеральный совет, там люди, которые 50 лет, 60 лет уже москвичи, россияне. То есть вот такой контингент. Какие проблемы сейчас основные у выходцев из Азербайджана, которые приезжают сюда, обосновываются здесь? У россиян сказать, что да, сейчас в настоящий момент те, которые уже давно здесь живут, точно такие же проблемы, как и у всех остальных. То есть сказать, что конкретно именно присущие азербайджанам какие-то проблемы нет. Если говорить о трудовых мигрантах, опять-таки сказать, что только у азербайджанцев эти проблемы нельзя, это точно так же, как у всех мигрантов из Средней Азии, из Китая, из других стран, точно такие же проблемы. Это работа, это регистрация, это все эти инстанции, точно так же, как и у всех. Поэтому акцентировать именно на азербайджанцах... А что касается традиций, культуры, как Азерос содействует этому? Вы знаете, у нас, вот приведу один элементарный, самый простой пример. У нас в Азеросе есть танцевальная группа, есть хореограф, азербайджанка, которая переехала в свое время из Баку в Москву. Она вот занимается с детьми, учат, кстати, в группе у нее не только азербайджанские дети, там есть и дети других национальностей. Костюмы у нас есть, дети с удовольствием носят на разных мероприятиях городского масштаба и не только городского масштаба. Кстати, мы, у нас есть такая вот практика очень хорошая, наверное, у вас в области тоже есть, когда у других национальностей какие-то праздники, у евреев, у немцев, у цыган и так далее, у корейцев, мы делаем такие подарки, например, наши дети могут прийти у них выступить на мероприятии. Они точно так же в свою очередь. У нас такое практикуется, конечно. Я считаю, что это на самом деле очень даже хорошо и все мы это все... Может, вы выступления организовываете, может, какой-то музыкальный ансамбль есть. Это я вот один пример привела. А так вообще у нас есть и педагог, который занимается, учит желающих азербайджанскому языку. Кстати, у нас есть и курсы, которые женщина, педагог, она готовит, курсы ведет русского языка. Мигранты, которые имеют какие-то трудности. А, кстати, обучение русскому языку, кстати, насколько остро стоит эта проблема? Нет, сказать, что остро, нет, нет, не совсем проблема. Мы же знаем, что в Азербайджане есть русский сектор. В Баку, я вам скажу даже больше, в Баку, в город выходишь, в основном говорят на русском языке. Даже азербайджанцы, сами азербайджанцы, Баку всегда так было, многонациональный город, любят очень русскую культуру. Вообще азербайджанцы уважают, любят русскую культуру. Естественно, говорят очень хорошо Баку на азербайджанском языке. А из регионов, то есть на русском языке, а из регионов те люди, которые приезжают, трудовые мигранты, они тоже, я вам скажу, держатся на плаву, все хорошо. А вот этот поток мигрантов, вы отслеживаете его как-то тоже? Нет, это дело не миграционное. Вы вовлечены в решение? Нет, не вовлечены. Не вовлечены? Не вовлечены. Ну, кстати. Сложно вообще в старой организации делать. Да, ну вообще, честно говоря, мы... Не, ну все же люди, всем же хочется жить хорошо, достойно. Да, вы, кстати, очень хорошо задали этот вопрос. Почему? Потому что мы, общественники, просили об этом, и в правительстве говорили не раз, и в ФМС об этом мы говорили, озвучивали. Все же таки мы хотим участвовать в процессе... В решении рассмотрения каких-то вопросов. В процессе интеграции мигрантов в российское общество. Мы хотим участвовать в этом. Ну вот пока все это только на таком уровне, понимаете? Вам удается убедить или там дискуссии-то их, что это, может быть, было бы более эффективно, скажем, или... Я уверена, что это было бы эффективно. Почему? Объясняю. Потому что если я, этническая азербайджанка, родилась, выросла в Азербайджане, 30 лет живу в России, вы, я имею в виду, которые здесь живут, россияне, можете ли знать того азербайджанца, мигранта, лучше, чем я? То есть его внутренний мир, понимание там, да? Все же таки есть же такие моменты, когда вот касаются именно какие-то конкретно вот национальности. Все же таки, мне кажется, в общественных организациях, национально-культурных автономиях, это мы знаем лучше. Поэтому я считаю, что мы можем участвовать в интеграции мигрантов в российское общество. Нам сейчас сделать нужно небольшую рекламную паузу, мы очень скоро продолжим. Продолжается программа «Союз нерушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наши гости сегодняшние. Михребан Садыгова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. И президент Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. Да, Михребан приехала к нам на наш фестиваль «Дружба народов» и уже участвовала в открытии этого фестиваля. И сразу после нашей передачи мы поедем снова продолжать, отмечать этот день, потому что этот фестиваль посвящен, собственно говоря, Дню России. Мы, вот еще хочется продолжить разговор о федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. Она представлена по всей стране? В разных городах? Да. Есть какая-то сеть филиалов? В разных регионах, городах. А сколько уже? Это не сеть, это не филиалы. Да, национальная культурная автономия, они, как я уже сказала, то есть общественные организации открывать могут, хоть если даже в регионе будет сто человек, допустим, азербайджанцев, они имеют право открывать местную национальную культурную автономию. Итак, их всего сейчас в России национально-культурных автономий азербайджанских 87. Вот это флага Мазар-Роса? Да, сюда входят и местные, и региональные национально-культурные автономии. Местные, это имеется в виду городские, сельские? Городские, да, городские, региональные. К сожалению, еще не во всех регионах есть такая автономия. Вот мы стараемся, я сама езжу, наши активисты ездят по разным регионам, все же таки я заинтересована, чтобы... Я не могу не спросить, а что касается нашего-то города? Вот. К сожалению. К сожалению, нету в Кирове национально-культурной автономии. Денис Александрович, прокомментируйте. Какие-то есть в этом направлении шаги и с вами. Я думаю, что есть все предпосылки для создания такой организации на территории Кировской области, потому что есть масса вопросов, которые на территории Кировской области нужно решать. И другие структуры, которые имеются, там, в объединении азербайджанцев, они решают свои задачи, но они вот те новые задачи, которые стоят перед нами в интересах России, в интересах азербайджанцев, живущих в России, они на сегодняшний день не решают. Поэтому нам, собственно говоря, я считаю, что необходимо создавать... Можно пример привести, если они все-таки, чтобы Мехребан высказал свой экспертный... Организации? Да. Ну, пожалуйста, у нас есть фонд Азербайджан, который... Благотворительный, да? Благотворительный фонд Азербайджан, который, да, который в том числе и является, собственно говоря, одним из, вместе с нами, создателей нашей передачи. Понятно, что фонд благотворительный Азербайджан, с моей точки зрения, не может решать те массы вопросов, которые может решать культурно... Которые появляются в этой культурной автономии. Или там есть организация регионального отделения Российского Азербайджанского конгресса, которые сегодня уже, на мой взгляд, многие вопросы не в состоянии решать, в том числе по известной причине, да? Отсутствие финансов? Нет, сегодня принято решение из-за юридических нарушений о закрытии этой организации. Да. Поэтому, я думаю, что есть законы на территории России действующие, нужно, соблюдая их... В общем, в рамках законодательства, да? Да. ...решать интересы азербайджанцев, живущих на территории России. Я думаю, что Мехарбан Ханум со мной в этом согласится. Согласна, абсолютно согласна, конечно. И в этом мы, конечно, надеемся на поддержку федеральной национально-культурной автономии. И в связи с этим я хотел бы сразу спросить, а вот какую помощь вы оказываете региональным национально-культурным автономам? Финансовую помощь, если вы это хотели спросить. Я не оказываю, мы не оказываем. А не финансовую помощь? Не финансовую помощь. Член Президентского Совета, собственно. Моральная поддержка, сотрудничество, совместные мероприятия. Именно во благо, опять-таки, российского народа. То есть, если... Ну, вы когда говорите «российский народ», я понимаю, что мы все российский народ, и поэтому тут никаких сомнений. И самый главный плюс у национально-культурных автономий в том, что нас поддерживает федеральный закон, 74-й федеральный закон от 96-го года. Если, понимаете, ведь отдельным законом предусмотрена национально-культурная автономия. Об общественных организациях, кстати, есть другой закон, федеральный закон. По-моему, 67-й, не помню точно. Об общественных организациях, федеральный закон. Если есть такая возможность, почему не воспользоваться? Почему не открывать, где мы можем, на самом деле, и претендовать на гранд-проекты, на государственную поддержку, на сотрудничество с гоструктурами. То есть, люди могут к вам обращаться, скажем, создавая, и вы поможете и с созданием. Обязательно. Все необходимые документы. И о том, как выиграть финансирование. Кстати, мы можем даже вот целый день, у нас есть человек, который по телефону, я не знаю, по скайпу, может объяснить, кстати, как написать эти гранд-проекты. Мы это делаем безвозмездно. Но возьмите, воспользуйтесь. Человек безвозмездно вам объясняет, как писать гранд-проекты, как подавать, что правильно, что неправильно. Все-таки у нас большой опыт. То есть, это к вам можно обратиться, и вы поможете. И когда открываются в регионах национально-культурные, новая национально-культурная автономия, я обязательно поддерживаю. Какие-то нужные образцы, нужных документов отправляю. То есть, подсказываю, каким образом, что делать и как делать. Понимаете? Михаил Иванович, вот еще хочу о чем спросить. У нашего государства есть эти инструментарии, в том числе ограничительные, когда оно все-таки заставляет, да, и в том числе трудовых мигрантов жить, трудиться, работать по российскому законодательству. Просто вот я хочу вспомнить совсем недавние ограничения. 1 июня было введено, когда работать водителями могут теперь иметь право только люди с правами российского образца. И вот как сообщают в СМИ, многие мигранты восприняли эту новость не очень хорошо. И раздаются сообщения о том, что там резко упало количество таксистов и так далее и тому подобное. Вот такие вопросы, они обсуждаются с национальным сообществом? Да, да, да. Несмотря на то, что, например, в Москве конкретно, на такси, да, даже есть азербайджанцы, которые там работали. Честно говоря, я поддерживаю этот закон. Я за этот закон. И объясню, почему. Потому что, понимаете, они выходцы из разных регионов, из маленьких городов, из маленьких деревень. Мы не знаем, каким образом и каким путем он получил эти права. Понимаете? И приехать здесь все-таки рискуя жизнью россиян, водить микроавтобусы, автобусы и такси, я считаю, что это неправильно. Должны все-таки, хотят работать, поверьте, получат, пускай пересдают экзамен, пускай получают новые права. А в дальнейшем? Ну, а вы не боитесь там, как бы вот, что это может превратиться не в то, что там защита интересов, а в некую кормушку, так сказать, для тех, кто принимает экзамены? Вы тогда не хотели бы там участвовать? Вы знаете, на кормушку жалуются те люди, поверьте, те, которые кормят эту кормушку. Если я хочу сдать экзамен, готовая пришла, сдаю нормальный экзамен, о какой кормушке идет речь? Почему я право получила без этой кормушки, обходя эту кормушку, а вы не можете? То есть вы говорите о, собственно, внутреннем понимании. Да. Вот у меня такой принцип, я не буду платить, я буду учиться. Да, я седьмой раз пойду сдавать, сдам сама. То есть вы, кстати, водите машину? То есть вы имеете в виду, что автоматизация процесса, то есть ее надо максимально сделать таким образом, чтобы сотрудник государственного органа, принимающий экзамен, ну, ГИБДД там, условно говоря, вообще не имел никакого влияния на этот процесс. То есть автоматизировали, вот он сдал, сдал, получил. Получил, да? Получил. Но там есть, например, такая дисциплина, как вождение, условно говоря. Ну, практический экзамен, да? Да. То есть там-то без субъективной оценки того, кто сидит рядом с тобой, никак, как бы… Сейчас везде есть камеры, поверьте, везде все можно записать. Тот, кто захочет, опять-таки, я повторюсь, сдать без кормушки, он сдаст. Есть тут вопрос, если он настроен изначально заплатить и взять, но это уже его проблема. Есть тут вопрос, потому что очень многие люди настраиваются, даже умея водить, настраиваются, что конфликтовать, если с меня, ну, просят там отдать. Не знаю. Я не говорю, что это правильно там, да? Да, да, да. Но мы отвлеклись как-то, но это не тема национальная. Давайте все-таки вернемся к празднику фестиваля Дружбы народов в месте Вятки. У нас буквально пару минут остается до конца программы. И все-таки вот еще хотелось бы услышать, что Михребан похвалила организаторов данного мероприятия, как-то вот подчеркнула уникальность его для России. Очень значимый праздник, очень значимое мероприятие для всех нас, объединяет всех жителей, не только Кирова, и всей России. Поэтому я считаю, что такие праздники необходимы. И сегодня я уже говорила со сцены, что очень мы благодарны организаторам. И с удовольствием примем и принимаем участие на таких мероприятиях. Азиз Алиевич, я смотрю специально даже вот наряд. Азиз Алиевич, расскажите, пожалуйста. Красивый наряд. Я участвовал сегодня в мероприятии, в параде. Я стоял в строю. Значит, я сегодня приветствовал наших руководителей. Губернатор был, да. Сегодня на сцене, которые приветствовали участников этого фестиваля. Расскажите, что на вас сейчас слушатели узнают, а потом те, кто будут смотреть. Национальный костюм. Видеозаписная программа. Национальный костюм с орнаментом. Это бута. Значит, изображение. В принципе, это древний как бы магический рисунок. Он изображает людей. То, что они смотрят в одну сторону все, это говорит о единстве. О единстве, о силе. Поэтому я думаю, что это как раз олицетворяет сегодня наше государство. Мы сильны, потому что мы едины. Вы вместе. Мы вместе. Спасибо большое. Истекло наше время. Программа «Союз нерушимый» Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, и спасибо большое нашим гостям. Спасибо. Очень рады, что приехали. Наконец-таки нашли время. Приезжайте еще. Спасибо огромное. Михребан Садыгов, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации и президент Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Союз нерушимый.